Еще год назад маленькая Юля была обычным ребенком, а затем врачи обнаружили у нее синдром Ли – кинетическое заболевание, из-за которого в марте девочка начала задыхаться. До сих пор мы не восстанавливаемся, ребенок в плохом самочувствии в последние дни. Особенно и анализы плохие, и дыхание плохое. И я понимаю, что настало время, когда ребенку аппарат для дыхания жизненно необходим сейчас. Аппарат, говорят алтайские врачи, есть. Универсальный вентилоджик. Но московский пульмонолог заявил Анастасии, что девочке он противопоказан. Нужен другой – призмалаб стоимостью 450 тысяч рублей. А у Юли тем временем каждую ночь останавливается дыхание. Сатурация, пульс. Если низкий, аппарат пищит, и, естественно, я просыпаюсь, и ребенка бужу, значит, она не дышит. Кислород им не очень полезен при нашем заболевании, но иногда, когда сатурация низкая, мне приходится его включать. По мнению специалистов, опасений усугубления состояния ребенка при применении аппарата вентилоджик ЛС неинвазивной ИВЛ нет. На 30 декабря 2021 года запланировано подключение ребенка к данному аппарату на дому при согласии законного представителя. Но Анастасия не прекращает поиски способов спасти жизнь дочери. Так, за границей разрабатывают лечение от поломки гена. Юля уже в очереди, но сроки программы неизвестны. Поэтому сейчас ее мама просит помощи у всех неравнодушных, чтобы собрать средства для нужного аппарата. Наше отношение к этой ситуации такое же, как и к любой подобной. Мы хотим как можно скорее собрать необходимую сумму и помочь маленькой Юле. Осталось собрать всего 50 тысяч рублей. Если вы готовы помочь девочке, семья будет благодарна. Анастасия Болотина, Дмитрий Денисов. День с толком.